Второй этап работы со стримом — это промежуточные операции. Здесь есть много разных вариантов, основные из них я собрал вот в этом примере. Промежуточная операция — фильтр, фильтрация. Она принимает предикат. В данном случае мы проверяем, что число больше 100. Соответственно, дальше в этом стриме будут только числа, удовлетворяющие предикату. Промежуточная операция — map. Она принимает функцию, которая из каждого элемента стрима делает какой-то новый элемент потенциально другого типа. В данном случае мы каждое число конвертируем в строку при помощи метода integerToString. Промежуточная операция — flatMap. Она похожа на map, но принимает функцию, возвращающую стрим. В данном случае мы передаем туда функцию, которая для каждой строки возвращает стрим ее символов. А дальше операция — flatMap. Применяет эту функцию к каждому элементу стрима, получает, соответственно, набор стримов, и все их конкатенирует в один стрим. То есть на выходе у нас опять обычный плоский винт стрим. Операция distinct занимается тем, что убирает из стрима дубликаты элементов. Sorted, как нетрудно догадаться, преобразует стрим таким образом, что элементы в нем начинают идти по порядку, по возрастанию. В случае, если у нас стрим не примитивных типов, а объектов, то туда можно передать компаратор. Операция skip позволяет пропустить некоторое количество первых элементов. В данном случае нас не интересуют первые три. А операция limit ограничивает оставшиеся элементы заданным количеством. В данном случае мы получим стрим из двух элементов. В качестве промежуточной операции можно также встроить операцию пик, принимающую консюмера. Она позволяет подсмотреть, какие именно элементы летают, допустим, вот на этом этапе обработки стрима. Или вот на этом. Для отладки в качестве консюмера удобно передавать system.out.printlm k л数 так л Продолжение следует...